Волшки Такой результат не случайен. И специалисты, и болельщики отмечали, что Риада Акпарс в этом сезоне преобразилась. Очень хорошие, молодцы. До этого игра была хорошая. Мне вообще понравилось по сезону. Хорошо играли. Мне в общем нравится. Нормально, но желательно, чтобы играли. Они просматриваются в одну сторону, играют, а другая сторона у них всегда свободна. Мне вратари больше всего нравятся мыльников. Игроки наши крутые. Это Раисов, Шигапов, Сарваров. В сентябре-октябре Риада Акпарс играла с попеременным успехом. Были и победы, и поражения. И даже единственный в сезоне сухой выигрыш. Распечатать ворота нашего голкипера не смог спутник из Нижнего Тагила. Традиционный спад в игре волжской команды пришелся на ноябрь, когда подопечные Ильнура Гизатулина уступили в восьми встречах. Спад у нас каждый год. Мы выезжаем, когда на восток, Ермак и Сокол, то получается время. Мы до сих пор не нашли ту точку отсчета, когда лучше играть или лучше кататься по ихнему времени, тренироваться, или по нашему времени. Вот когда мы найдем эти точки соприкосновения, когда лучшим игрокам заниматься, в какое время переключаться, тогда мы будем играть и там хорошо. А наиболее успешно хоккеистые ряды играли в январе, когда была зафиксирована шестиматчевая победная серия. В принципе и февраль был удачливым. Волжане все больше побеждали, нежели проигрывали. Этим и объясняется довольно высокое место по итогам регулярного чемпионата. Пятое место в конференции «Запад» и девятое в общем зачете ВХЛ. Одним из архитекторов успеха был галкипер Сергей Мыльников, пополнивший ряды волжской команды в декабре прошлого года. Тренерский состав очень грамотный и в принципе недалеко от дома. Ну и команда молодая, перспективная, которая борется за какие-то цели. Не стоит забывать и про полевых игроков. Наиболее ярко в сезоне выступали как и старожилы, так и те, кто за ряду играл первый сезон. Это Артур Сарваров и Айдар Шегапов, играющие за волжскую команду уже несколько лет и забросившие на данный момент по 18 и 19 шайб соответственно. Из новичков нельзя не отметить Михаила Климчука и в особенности Аслана Раисова. Аслан – лучший бомбардир команды, на его счету 38 очков, 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи. И только один пункт в статистике удручает болельщиков ряды. Это разница заброшенных и пропущенных шайб. Несмотря на все попытки, выйти из минуса волжанам не удалось. В 53 играх забросили 156 шайб, пропустив при этом 159. С такими вот показателями Ариада Акпарс подошла к плей-офф. И последние матчи регулярного чемпионата проводила, конечно, не спустя рукава, но зная, что результат не будет давлять над хоккеистами. Репетиция плей-офф. Так назовет эти игры главный тренер Ильнур Гизатуллин. Соперник последнего тура – Тольяттинская Лада. Самый именитый из всех клубов ВХЛ. В этом сезоне наши команды встречались трижды. В Тольятти волжане дважды уступили 2-4 и 4-5. В октябре дома обыграли ладовцев 3-2. Тольяттинская команда, как и Ариада, забронировала место в плей-офф заранее. Поэтому для ладовцев принципиального значения этот матч не имел. Правда, был один момент. Хоккеисты из Тольятти в семи последних играх проиграли. И победа им нужна была как воздух. Тем не менее, в первом периоде инициативой больше владели волжские хоккеисты, что конвертировалось в два гола. Гости в ответ только раз огорчили голкипера Ариады Сергея Мыльникова. Во втором отрезке матча игра выровнялась, и команды обменялись шайбами. А в начале третьей 20-ти минутки преимущество волжан выросло до двух шайб. Однако гости руки не опустили, сравняли счет и перевели игру овертайм. В дополнительное время сильнейший не был выявлен. А в серии послематчевых штрафных бросков удача улыбнулась хоккеистам Лады. В результате поражение по булитам Ариады Акпарс со счетом 4-5. Мы сегодня встретили очень мобильную, техничную, грамотную команду, которая, в общем-то, два периода практически ничего нам не давала сделать и вполне справедливо вела в счет. В третьем периоде мы просили ребят, чтобы важно не очки как бы добыть сегодня, а важно закончить на такой высокой ноте, чтобы настроение это перешло на плей-офф. Мы эту игру рассматривали как генеральную репетицию перед плей-офф. Конечно, хотелось бы выиграть, чтобы психологически поувереннее быть. Два поражения дома. Опять же скажу, что по статистике на выезде мы играем в последнее время получше. Не знаю, успокоение это или нет. Не играли неплохо в ротаре, что в той игре вы видели, что в этой не очень уверенно отыграли. А буллит уже в ротаре. Итак, регулярный чемпионат позади. Впереди плей-офф. И так распорядилась судьба, что на первом этапе, 1-4 финала конференции «Запад», Ариада Акпарс снова, как и год назад, сыграет с альметьевским нефтяником. В 2011-м, напомню, волжане в пух и прах проиграли хоккеистам из Татарстана. Да и в целом, в личных встречах неоспоримое преимущество у команды из Альметьевска. Не тратится ли это на настрое команды? Я думаю, что не будет. Постараемся их настроить. Последние игры с ними неплохо играли. Плей-офф – это такая вещь, что там последняя команда может обыграть первую. Место совершенно ничего не значит. Впереди еще тяжелая работа, плей-офф – самая важная часть зоны. Пройти или нефтяник, как говорит наш тренер, связаться с борьбой, а там покажем. Стартует плей-офф 6 марта. На стадии 1-4 и 1-2 финала конференции серия продолжается до трех побед той или иной команды. Первые две игры, 6 и 7 числа, волжане проведут на выезде в Альметьевске. 10 и, если понадобится 11 марта, нефтяники Ариада сыграют в Волжске. И все ждут от нашей команды только побед, тем более, что в этом сезоне волжская команда играет как никогда успешно. И зритель, который практически перестал ходить на хоккей в прошлом чемпионате ВХЛ, снова поверил в команду и заполняет Ледовый дворец практически по завязку. И, может быть, в этой большой коллекции трофеев появится самый ценный кубок в истории марийского хоккея.